Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 апреля, у нас очень хорошая погода установилась вчера. И сегодня, зайдя в теплицу, открывая томаты, я увидела, что мы начали цвести. То есть цветочки на томатах расщелкиваются и хотят цвести. Вот это самая верная такая оценка, что здесь для них созданы, я смогла создать комфортные условия. Такие, что они не просто выросли, но уже в фазу цветения вступают. Сегодня у нас последний день. Стоят вот здесь томаты на передержке, на растолщении, которые уйдут в ту теплицу. И вот сегодня уже можно подвести некоторые итоги, потому что холодный период закончился. Ближайшие две недели будет хотя бы, пусть небольшой, но плюс ночью. Это значит, что здесь будет еще теплее. И можно будет выращивать без укрытия и без подогрева. Конечно, вот по моей оценке, греющая лента очень помогла. Именно в тот первый период, когда я перед высадкой прогрела грунт, именно теплый грунт, скорее всего, позволил тем томатам, которые в грунте, хорошо расти. И даже в стаканчиках, я вот обратила внимание, я когда прошлые годы выставляла в стаканчиках, вот так вот на доращивание, когда они стоят на холодном грунте, они не растут так сильно. У меня вот даже те, которые в стаканах здесь на доращивании, они все в фазе бутонизации. Я их вот только-только успею завтра-послезавтра высадить в теплицу, и они тоже начнут цвести. Так что, несмотря на холода на наши, вот был снег недавно, были морозы минус 5-4 ночью, здесь создался у них такой микроклимат комфортный. Ну, искусственно, конечно, я создала, что они очень хорошо выросли. И я сейчас, сегодня вот вышла в огород, я сейчас пойду туда работать, я поймала себя на мысли, что как хорошо, что я высадила, что у меня была возможность высадить их на месяц раньше обычного срока, потому что я немножко развязала себе руки. Я сейчас пойду, мне нужно обрабатывать батун, мне нужно вот эти все многолетники, тюльпаны, нарциссы, пионы, которые вылазят, нужно их все очистить, прорыхлить. Короче, работы много, нужно начинать уже следующую теплицу, а тут уже, хоп, у меня готовый комплект. Вот около 150 томатов высажено, это уже большой плюс. И я считаю, что они уже, вот самый такой тревожный период, когда выживут, не выживут, вырастет, не вырастет, прошел. И завтра я уже буду их подвязывать, скорее всего, колышком. И завтра у меня будет первое пасынкование, потому что пасынки выросли. Обычно всегда рекомендуется не разращивать их более 5 сантиметров. Вот у меня уже пасынки 5 сантиметров длиной на томатах есть, и причем очень массовый такой, ну как, ну, потому что они уже цветут. Ясно, что они уже взрослые. Буду завтра подвязывать их колеем, потому что вы видите, наверное, что они уже расползлись, как квашня. Раньше их можно было укрыть, а сейчас они уже во все стороны вот так прут. Их, конечно, уже нужно подвязывать. Даже если их нужно будет потом укрыть, укрою прям по колеем. Но меня вот порадовало, что цветочки у нас расцветают. Значит, через полтора-два месяца будем кушать первые спелые плоды. Это очень радует. Это, как говорится, это будет награда мне за мой труд, за мои хлопоты. Я вот сейчас пройдусь, покажу вам. Вот эти, которые были, помните, я говорила, что эти хорошие толстые, а эти тоненькие стоят, и такие мало листиков, они тоже уже становятся как более взрослыми. И вот последние, которые вынесла, они прям очень хорошие, толстые. Но это уже не для второй теплицы, а дальше. Для открытого грунта еще стоят на стеллажах дома очень маленькие. У меня спрашивали, где храните для открытого грунта. Ну, конечно, дома на стеллаже томятся. Сейчас буду выносить их в придомовую теплицу. Смотрите, сегодня сейчас расскажу еще раз, как определить, сколько томатов можно высаживать в теплицу, например, в стандартную 3х8. Я расскажу, как я высчитываю. Потом расскажу вам. Пойду сегодня сеять безрассадным способом томаты. Я вот уже приготовила, обычно я сеяла свои. А в этом году я купила именно, которые для безрассадного способа. Хочу попробовать. Буду сеять. И снова еще раз расскажу и повторю, как я это делаю. Иногда в комментариях читаю. О, опять то же самое начинается, что и в прошлом году. Но я одно и то же рассказываю. Так у нас этот цикл, он будет повторяться из года в год всю жизнь. Каждый год мы высаживаем рассаду. Каждый год мы сеем. Каждый год мы посынкуем. И ничего нового у нас нет. В огороде все одно и то же, одно и то же. Просто разные способы. А действия-то одни и те же. Еще никто не придумал выращивать как-то растения, подвешенные в воздухе что ли или как. Да, буду рассказывать еще раз одно и то же, потому что много новичков прибавилось, добавилось. Некоторые, может быть, ни разу не сеяли. И сразу в открытый, ну как посевом в грунт прямым. Это очень удобно тем, у кого нет, например, ну, места на окнах или нет места для стеллажа. Все, до свидания. Сейчас будем рассказывать о численности поголовья в теплицах томатов. Продолжение следует...